Оля, нас сегодня ждет непростой разговор, вернее, меня, поскольку вы прекрасно знаете, что я, что называется, не в теме, как это принято говорить в вашей среде. ЛГБТ-активизм можно определить каким-то очень емким словом? Это что такое? Ну, это борьба за права человека, за любовь и за свободу. Вот так общо, да? Ведь под правами человека понимается так много. Конечно, но базовое право быть собой и любить того, кого человек хочет любить, и заниматься любовью с теми, с кем человек хочет заниматься любовью. Жить открыто, одеваться как хочется, там, не знаю, красить губы и глаза, носить пирсинг. Хотя, понятно, это про другое, да, но, в общем, часто... Я предпочитаю слово «квир». Вот, то есть я бы говорила «квир» сообщества, ну, потому что «квир», мне кажется, это вообще наиболее какое-то широкое определение. Более того, оно, я бы даже сказала, в себя включает чуть больше, чем вот эти четыре буквы ЛГБТ. ЛГБТ – это лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры. А «квир» – это, в принципе, все, что находится за пределами гетеронормативности и гендерной нормативности. И сейчас, мне кажется, даже можно говорить мононормативности. Но разве за всеми этими терминами геи и лесбиянки не скрывают своего испуга, что ли, да? Когда люди выходят на публику и начинают сыпать терминологии, вот возникает ощущение, ну, у меня, человека несведущего, да, возникает ощущение, что люди не очень хотят говорить о себе правду. Да, а я вот начинала с «правды о себе» как раз. Я стала ЛГБТ-активисткой в начале 2012 года. Простите, я поясню, да? Правда не в том смысле, что вы о себе лжете, да? А правду в смысле вот того самого ну, правозащитного контекста, да, я бы так это выразил. А в каком смысле? Ну, в таком смысле, что я, закрываясь словами, да, закрываю себя от общества таким образом. И я даю посыл только своим, что называется, своему кругу. Люди, которые, условно говоря, смотрят телевизор, вас, во-первых, не обязаны понимать, и, во-вторых, они, услышав совершенно непонятные им слова, не хотят вас понимать. Да, мне кажется, что это все-таки немножко другие процессы. То есть, во-первых, есть такой, как бы, ну, можно даже сказать, этап становления или этап жизни ЛГБТ-сообщества или квир-человека, который, понимая, что он отличается от других и боясь стать изгоем, ведет, как бы, двойную жизнь. Ну, вот он там на работе, в семье, он кто-то, кто он есть, а любовью он занимается тихо по углам, да, и ходит на закрытые тусовки, в закрытые клубы. Другая история, когда человек выходит на улицу. Для этого нужна определенная смелость. И часто так получается, что когда у тебя отнимают базовое право, ты начинаешь отчаянно за это право бороться. Да, то есть ты не можешь просто ходить со своими возлюбленными, как тебе хочется и куда хочется, а ты кричишь о том, что твои права нарушаются. И это такой, действительно, ну, немножко отчаянный активизм, в котором я была, из которого я, в общем-то, ну, в некотором смысле вышла, потому что я просто, ну, я просто живу открыто. Я делаю то, что мне нравится, я говорю то, что я думаю. И я умею говорить на разных языках, да, то есть я владею всей терминологией, корректным языком, но я могу объяснять на пальцах людям, которые не понимают. При этом, кстати, очень интересно, что нынешние подростки, которым там лет 13-14, они все прекрасно понимают, они владеют языком, они, там, читают статьи в интернете. Моя сестра Маруси сейчас 14, она ходит в радужном свитере, и не то, чтобы у нее есть какое-то определение и понимание своей сексуальности, потому что она еще довольно маленькая. Она один раз была влюблена в своего друга, и вроде бы все. А так она просто дружит с мальчиками и девочками, и всем своим друзьям говорит, что вообще-то гомофобам быть в 21 веке стыдно. Я сейчас возьму на себя роль пассионариев, так сказать, да. Скажу следующее, что вам явно не понравится, но все-таки постарайтесь ответить на этот вопрос. А что, собственно говоря, мешает быть самим в 21 веке и не выходить на улицу, и не кричать об этом? Почему вам так необходимо о себе заявлять? Ну, смотрите, какая ситуация. Я ни разу не слышала никакого осуждения. Например, человек в офисе у себя, на своем столике рабочем, размещает в рамочке фотографию себя, там, например, своей жены и своих детей, или своего мужа и своих детей. И, в общем-то, все как бы этому радуются, они играют свадьбы, они отмечают годовщины свадеб. Если человек у себя, мужчина у себя на столике, на рабочем месте, ставит фотографию себя и своего жениха, возлюбленного, бойфренда, и тем более, если у них есть дети, то, ну, не во всех местах человек будет понят. Вот, то есть мы с вами все-таки живем в либеральном каком-то, в либеральных кругах, где стыдно быть гомофобом, и, кстати, так было не всегда. То есть, например, там, 10 лет назад я работала на BBC в русской службе, и там постоянно проскакивали гомофобные шуточки. То есть, например, своим родителям, прошу прощения, я рассказывала о том, что я влюбилась в мальчика, и это я им рассказывала с детского сада, у меня там был возлюбленный Дима, а о том, что я влюбилась в девочку в 23 года, я им рассказала совсем не сразу, а, собственно, перед тем, как я решила, что я напишу об этом в Фейсбуке. Я вас уверяю, что и в либеральной среде достаточно людей, которые, ну, наверняка не открыто, но все-таки заявляют свои гомофобные, так сказать, принципы, да, и являются гомофобами. А это важно, важно не открыто. Ну, то есть, мне кажется, что хейтерам, в принципе, быть стыдно. Ну, да. И вот эта вот негибкость ума, она мне не нравится нигде, на самом-то деле. И я считаю, что это проблема. Но при этом я не пишу хейтерские тексты и посты о том, как вот меня все эти люди бесят. Они меня бесят иногда. Я просто стараюсь как-то вот, ну, избегать таких ситуаций. И мне очень нравится, что я научилась молчать. То есть, если я слышу речь ненависти, да, я обычно молчу. Или говорю очень спокойно, что, ну, вы не правы, а вам бы про феминизм почитать. Ну, я речь ненависти в свой адрес слышала неоднократно. Например, однажды я, несколько лет назад, я ехала в метро, и рядом стояли два юноши. Один сказал другому, о, это девочка из ЛГБТ-сообщества. Потом мы вышли из вагона, и кто-то из них мне крикнул вслед, садомитов надо сжечь. Вот. И это было на самом деле, ну, у меня было страшно, потому что я сразу подумала, а если бы это был не час пик, а если бы мы в вагоне были одни, а если бы это было где-то на улице, в какой-то арке, в подворотне, в тихом дворике, что было бы? Они бы начали меня бить или нет? Я, готовясь к нашей программе, заглянул в ваш фейсбук. Я обнаружил вас там в Париже, в Гонконге, по-моему. Ну, еще где-то, да? Что вы там делаете? Вы туда ездите ведь не просто как турист, да? Да, абсолютно. Ну-ка расскажите. Я иногда, изредка я езжу, я себе устраиваю каникулы, и езжу отдохнуть, собственно, в Париже я как раз была на каникулах, и потом в Ницце с другом. После... Что-то такое у вас там написано, что я, конечно, посещу Нотр-Дам, но танцевать там не буду. Да, да. Ну, это шутки на тему плясок в храме. Да, 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 совершенно не знаю. Вот. Да, при этом я люблю, у меня есть такая привычка заходить в церкви и петь. Но Нотр-Дам еще стоял, слава богу. Представляете, я накануне успела в него зайти, но я была такая уставшая, потому что я прилетела утром, весь день гуляла по Парижу, и только вечером я должна была вот прийти к девочке, у которой я останавливалась. И я гуляла с рюкзаком, он у меня небольшой, но все-таки довольно, ну, немножко тяжелый. И я замерзла еще, и вот я пришла в Нотр-Дам, отстояла очередь. Да, я все время шучу там, типа, буду ли я в храме танцевать или нет. Но обычно я говорю, что, может быть, и не буду танцевать, но спою Двора Зарию и Марии Магдалены. Я очень люблю Марию Магдалену и пою ее песню о любви к Иисусу. Ну, бог с ним, с Парижем. А Гонконг, там очень непростая история. Да. Там что-то было связано с Пуссера. Это участница которой, этой группой вы сейчас являетесь, да? И там, по-моему, даже были... Я уже давно участвовала. Да, да, да. Собственно, это была наша первая поездка, моя первая поездка, и, собственно, участница акции в финале Чемпионата мира по футболу. Да, это была, в общем, моя первая поездка куда-то, как участница пангруппы Сирай. Знаете, про вас ходит, про вас ходит такой уже почти что мем, да? Что вы испортили сборной Хорватии карьеру. Да. Ну, нет, я на самом деле допускаю, что это действительно было так, потому что я видела этих людей очень близко. Они были очень... Они были очень злые. Да. Да. То есть я даже, я пыталась как-то поприветствовать, стать пять, вратарю хорватской сборной, но он был так зол, что я поняла, что нет, не получится, и побежал дальше. Да, но о Гонконге все-таки. О Гонконге, да. Мы... Нас туда позвали, как участниц группы Pussy Riot. Там проходил тогда ЛГБТ-форум. И мы были такие, ну, типа, специальные гости. При этом про ЛГБТ-вопросы мы тоже говорили. Ну, и у нас было там несколько событий, да, где мы отвечали на разные вопросы. Плюс мы дали какое-то бесконечное количество интервью СМИ Гонконга. И самое смешное было, что они все спрашивали, ну, как вам Гонконг? Мы говорили, ну, не знаем, мы вот в отеле сидим, интервью даем, города мы пока не видели. Но потом нам повезло чуть больше. Мы познакомились с чудесным активистом Джошуа Вонгом и его друзьями. Джошуа Вонг очень такой, ну, юный мальчик, лидер революции зонтиков. Да, 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 да. Мы вспомним их. Да, и он он отсидел в тюрьме, по-моему, сто дней. Соответственно, ну, они замечательные совершенно. Джошуа и его друзья просто прекрасные. Мы с ним, соответственно, там, обменивались опытом, что-то друг другу рассказывали. Потом нас позвали принять участие в обсуждении отмены выставки политического художника из Китая. Выставку отменили накануне. Причем очень, как бы, история похожая на то, что происходит в России. Площадка, на которой должна была проходить выставка, сказала вот прям в день открытия или за день, не помню, что они, им угроза поступила, они боятся. И, собственно, когда мы были там и слушали все, что происходит, нам рассказывали, что происходит, что есть давление на прессу, на свободную прессу, да, есть давление на активистов, там, ну, активистов сажают, происходят репрессии, закручивание гаек, запрещают выставки. Мне прямо было страшно, потому что я вспоминала о 2012 год, 2013. И я говорила, что у меня прямо ужасные флэшбеки, и я очень вам сочувствую, очень сопереживаю, но я им говорила, что, друзья, у вас в вашей крови течет свобода вообще-то, то есть вы жили очень много лет, ну, вы привыкли, вы живете, вы знаете, что такое свобода, свобода быть собой, свобода самовыражения, вы как бы в этом живете, постарайтесь хранить это хотя бы внутри себя. Если вы боитесь идти на улицу, не надо идти на улицу, но чувствуйте свою свободу внутри, потому что она все равно всегда есть, но это важно ее чувствовать. Не все это умеют, но ее несложно найти внутри себя. И мы сделали акцию солидарности с Джошуа, художником местным, мы вышли на центральную, на одну из центральных площадей, надели Балаклавы и с плакатами, ну, причем, когда нас просят как-то высказываться где-то, мы всегда говорим, давайте говорить о ваших проблемах, все-таки мы к вам приехали, мы вам рассказали про Россию, но акция, если мы будем что-то делать, что бы то ни было, перформанс, акция, что угодно, давайте это будет про ваши проблемы. И вот у нас было несколько плакатов про репрессии, про то, что происходит, и про то, что мы с этим не согласны. И, собственно, рисунки художника, выставку которого запретили. И так как участница Пусирает, мы с Никой принимали участие в этой акции. Ника Никульшина. Ника Никульшина, да. Мы решили сделать это в Балаклавах, и это была, по сути, акция солидарности. Пусирает солидаризируется с местным свободным сообществом. Мы с вами говорим накануне открытия следующего фестиваля Бокобок, фестиваля ЛГБТ-кино. Какова роль ваша в организации этих фестивалей? Бокобок – это первый, единственный в России ЛГБТ-кинофестиваль, который уже существует больше 10 лет. Он огромный, масштабный. Там показывают лучшие фильмы года обычно. Фестиваль проходит каждую осень в Петербурге около 10 дней. И потом укороченную программу мы показываем в Москве весной. У меня для вас есть открыточка. Да. Это открытка кинофестиваля Бокобок. Здесь программа написана на все 4 дня. Спасибо большое. Если вам захочется, можете прийти. Да, непременно. Спасибо. Ну, продолжим, да. А фестиваль… Я, кстати, уже посмотрел программу на сайте этого фестиваля. Я в этом связи, знаете, что… Да. У меня сразу возник вопрос. Фестиваль называется «Фестиваль ЛГБТ-кино». Да. Но когда я посмотрел программу и даже посмотрел несколько трейлеров картин, я вдруг понял, что это как раз тот самый квир. И почему все-таки ЛГБТ? Не потому ли, что эта терминология привычна уже? Привычна, да. Все-таки она больше, понятно, широкой аудитории, чем квир. И плюс… Ну, не менять же название кинофестиваля. Ну, да. То есть, например, организация «Выход», ЛГБТ-организация «Выход» в Петербурге организовывает квир-фест уже несколько лет. Да, но он появился тогда, когда уже, по крайней мере, ЛГБТ-сообщество знало слово «квир». Вот. Кстати, мне очень нравится происхождение этого слова. Изначально квир – это было ругательство. Он, типа, такой чудак, какой-то вообще непонятно кто. Ну, фрик, в общем. Фрик, да. Вот. А потом ЛГБТ-сообщество переприсвоило себе это слово. В России происходят подобные процессы. Вот. И я не знаю, сколько еще нам потребуется лет, например, чтобы слово «пи**» и «пи**» стали какими-то, ну, типа, нормами русского языка. Потому что сейчас ЛГБТ-сообщество, которые люди из квир-сообщества, которые склонны к самоиронии, говорят, да, мы «пи**ки», мы «пи**ы». Вот. Там, мы можем даже сказать, что мы, там, извращенцы. А, например, в контексте полиамории я говорю, что я «пи**ть». Вот. И даже своей прабабушке, когда она что-то спрашивала про то, не ревнует ли мой возлюбленный к тому, что я встретилась сегодня со своим приятелем, я даже не поняла вообще, о чем идет речь. Ну, в смысле, она не сказала «ревнует». Он как к этому относится? А я думаю, господи, а как, что, почему? Он сейчас на работе, а я, значит, встретилась. Он с нами, что ли, хотел потусить? Или что? А потом до меня дошло. Я говорю, господи, бабушка, мы же «б**ди», как Маяковский. И бабушка сказала, «А, ну, все понятно». Не знаю. Скорее, Ивана Андреевна Ахматова, мы же филологи. Да, да, да. Да. Как происходит подбор фильмов, если вы знаете? Да, знаю, конечно. У нас программный директор Мэнни ДГР отбирает, она смотрит все ЛГБТ-кино и отбирает лучшее актуальное ЛГБТ-кино. Короткометражки, полнометражные фильмы и документальное кино. Ну, например, я очень радовалась, когда фильм «Олина любовь» был включен. Это фильм о вас? Да. Это документальный фильм. У меня после премьеры у меня было ощущение, что это вообще все не про меня. Что вот теперь зрители думают, что они меня знают, что я вообще их подружка, а это не так. Что взяли мою жизнь, нарезали ее на кусочки и сделали какую-то из этого конфетку. На что мне отвечали авторы фильма, что это же авторское документальное кино. И где-то спустя год меня отпустило абсолютно прекрасно. И я воспринимаю сейчас немножко отстраненный этот фильм. Ну, вообще-то, это фильм про меня тогдашнее. А человек же меняется. Мне кажется, я примерно каждый день меняюсь. Если не каждый, то через день. Ну, каким-то тем или иным образом. И плюс, это потрясающая хроника того, что происходило в России в 2012-2013 году. Это действительно уникальный документальный материал. Еще забавно очень с этим фильмом, что он задумывался как лесбийская ванильная история, такая love story. Вот, потому что... И, собственно, посыл был у авторов такой. А давайте покажем миру, что лесбиянки тоже люди. Да. То есть это такая была колониальная история. В общем-то, ну, как бы неплохая, но тем не менее. А получилась лесбодрама с элементами боевика. Вот. То есть это прямо, ну, реально, это получилось крутое кино, которое показывали и продолжают показывать в разных странах мира. И меня приглашали в Лейпциг. И в Осло я была... И часто где-то происходят показы, где... Ну, куда меня, например, не зовут организаторы. Вот. Ну, как бы в программе есть этот фильм. И даже немецкое телевидение его показывало. Почти каждый год фестиваль бок о бок сталкивается с... Ну, в прямом смысле слова с насилием, да? Да. Со стороны всяких, так сказать, всяких представителей общественности, как они любят себя поименовывать. Как вам удается не бояться? Ну, во-первых, не всегда мы не боимся. И я помню несколько моментов, когда мне было очень страшно. Начиналось все с того, что там чуть больше 10 лет назад фестиваль, в принципе, ну, практически проходил в подполье, потому что к площадкам, которые были готовы принять фестиваль, то пожарная инспекция приходила, то менты, то еще кто-нибудь. Вот. И площадки боялись. И это абсолютно понятный страх. И фестиваль проходил в каких-то танцевальных залах, вот практически действительно подпольно. Потом, я на самом деле считаю историю бок о бок совершенно потрясающей, в том смысле, что это сначала была какая-то, ну, такая подпольная история, вынужденная подпольная история. Камерная, да, в каком-то смысле. А сейчас это огромный фестиваль. И для меня это особенно как-то ощутимо, потому что где-то лет, наверное, ну, допустим, 6 назад, 7, я ездила в Гамбург на кинофестиваль от Бокобока. Мы там рассказывали про Бокобок, и мы были на всех событиях фестиваля. Ну, традиционные фестивали допускают на своей площадке и в том числе и картины, ну, такой гомосексуальной тематики, мало того, даже картины такие Оскара получают, да. А вот интересно, дорастет бок о бок когда-нибудь до такого момента, когда на его площадках станут появляться гетеросексуальные кино. То есть вы таким образом начнете примиряться все-таки с этим миром. Ну, во-первых, мы живем в этом мире, и не то чтобы мы с ним не примиряемся, хотя... Ну, мир вас не очень принимает. Существует гетерофобия в ЛГБТ-среде. Конечно, да. Более того, существует внутренняя гетерофобия в ЛГБТ-среде. Знаете, что было дико смешно? Когда в 23 я влюбилась в девочку, мне все мои друзья говорили, Оля, ты влюбилась в девочку? Не может быть. А когда спустя 4 года я влюбилась в мальчика, мне те же самые друзья говорили, Оля, ты влюбилась в мальчика? Не может быть. И я стала чувствовать ужасную неловкость перед ЛГБТ-сообществом, что я в гетероотношениях. Брак для меня сам по себе ничего не значит. Но если меня посадят, если будет не 15 суток, а двушечка, например, то человек, с которым у меня зарегистрирован брак, сможет приходить ко мне на длинные свидания. Получается, что в нынешней России ко мне может прийти только мужчина. Я вообще надеюсь, что к вам будут приходить люди, независимо от гендера. Удачи вам. Удачи вашему фестивалю. Спасибо большое. И самое главное, покоя этому фестивалю в этом году, чтобы вас поменьше трогали. Было интересно. Спасибо. Спасибо.